Друзья всем привет с вами компания Fusion Technologies и я Александр. Относительно недавно в нашем ассортименте появился вот такой набор для восстановления отражателя. Выглядит он вот так, к нему прилагается инструкция в тексте как с этим работать, но мы приняли решение дополнительно записать видео и показать как непосредственно на деталях заказчика работать с этими материалами. Подготовим рабочее место, проговорим поэтапно как и что сделать. Итак, перед началом работы нам нужно позаботиться об удалении старого поврежденного покрытия. В нашем случае заказчик это уже сделал одним способом с помощью гидроабразивной мойки либо аквабластинга. То есть это одно и то же удалили старое покрытие полностью до пластика. Есть еще один достаточно несложный способ с пластиковых элементов. Удалить старое заводское покрытие хромовое с помощью раствора хлорного железа. Оно идет в виде концентрата. Приготовить его несложно. Вот инструкция. Разводится он с обычной теплой водопроводной водой и погружаем на какое-то время пластиковые элементы, которые покрыты с завода хрому. И через какое-то время, когда покрытие уже отошло, промываем обычной водой проточной и на выходе также получаем чистый пластик. Если все-таки попадутся такие детали, они не часто встречаются, но такие детали тоже есть. Металлические отражатели, которые тоже со временем бывают подвергаются каким-то дефектом. Удаление старого покрытия этим способом не желательно, потому что оно может быть повреждено. Имеется в виду сам металл изделия. Остается только один способ механический. То есть либо это абразивы, что-то сошлифовывание, либо также песко-оструйная обработка. Помогает в большинстве случаев также гидроабразивная мойка. Итак, приступим. В нашем случае, еще раз повторюсь, покрытие уже удалено. Что делать, с чего начать? Перед началом шлифовки нам потребуется механическая обработка изделий. С помощью обезжиривающих салфеток и универсального обезжиривателя автомобильного предварительно смачиваем салфетку. Поскольку мы не знаем, загрязнены ли изделия были до этого или нет, нужно их удалить. Смачиваем салфетку, пробегаем всю лицевую поверхность детали и приступаем к шлифовке. Всю чашку нужно обязательно обезжирить. Даже если никаких загрязнений нет, лишним не будет перед началом работы этот дел. испаряется обезжиритель достаточно быстро. Как мы видим, они полностью сухие. И также на этапе подготовки поверхности у нас задача дать не грубую риску. Пластик достаточно легко поддается обработке. Берем серый скотч-брат и обрабатываем ту часть, которую мы планируем покрывать. Работает абразив достаточно мягко и ввиду сложности формы детали, но здесь можно сложить как угодно. Главное, чтобы мы по максимуму смогли создать риску, чтобы было за что держаться первичным материалом, который мы будем наносить на изделие. Лишним не будет обработать трат торцы и берем второе изделие. После шлифовки, если под рукой есть сжатый воздух, обеспыливаем, то есть нужно удалить следы пыли и требуется повторное обезжиривание, поскольку у нас на поверхности присутствует сейчас сухая пыль. Но перед повторным обезжириванием нужно позаботиться о том, как мы будем крепить наши детали на момент нанесения того или иного лакокрашенного материала. Потому что на голый пластик мы не можем нанести основу под серебрение, так называемый базовый лак, который идет в наборе. Поэтому наши изделия мы с помощью зажимов с тыльной стороны на вот эти крепежные элементы закрепим и повторно обезжирим. Достаточно удобный крепеж, вот такие вот зажимы, там где мы не покрываем, то есть с тыльной стороны за крепежные вот эти лепесточки закрепили нашу деталь. Очень удобно повесить на крючок, будет такая возможность и крепим вторую деталь. И еще раз обезжириваем, чтобы убрать следы шлифования. После этого момента на торцы нежелательно класть, поэтому мы их подвесим на крючки. После этой процедуры, зная материал изделия, а маркировка она указана всегда с тыльной стороны на самом изделии. В нашем случае это пластик ПК, не знаю передаст камера или нет. Самый первый материал, который мы будем наносить, это грунтовка по пластику. Деталь у нас в хорошем состоянии, выравнивать поверхность нет необходимости. Поэтому мы будем использовать однокомпонентную обезионную грунтовку по пластику. Ее еще называют прамер для пластика. Она полностью готова к нанесению. Лучше наносить ее с пневматического краскопульта. Собственно, мы сейчас это сделаем. Как работать с тем или иным материалом? Вы всегда можете прочитать информацию на банке от производителя. Прамер наносится, согласно инструкции, в один слой. И время его высыхания при комнатной температуре занимает 15 минут. Принудительно этот материал сушить не нужно, поэтому наши детали после грунтования оставляем на 15 минут. Здесь есть дополнительная информация, на какие марки пластиков можно наносить и так далее. Всегда пользуйтесь этой информацией, она помогает разобраться в тем или иным моментах. Налили в мерный стакан небольшое количество нашего грунта по пластику, поскольку у нас изделия небольшие. Будем наносить его от небольшого краскопульта миниджет, в нашем случае дюза единичка. Дополнительные настройки самого краскопульта описаны в инструкции, но мы их сейчас быстро проговорим. Рабочие давления при нанесении первичного материала по пластику, в нашем случае это прамер, выставляем при нажатом курке самого краскопульта, выставляем давление на манометре самого краскопульта, ориентировочно 1,5-1,6 атмосфер. Подача материала 2,5 оборота, в принципе можем приступать к нанесению. Все малярные работы рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении и позаботиться о средствах индивидуальной защиты, работать и в перчатках. В нашем случае мы будем наносить как грунт, базовый лак и так далее все вот эти материалы на окрасочном пасту. Пока сохнет наш грунт, осталось у нас просушить его всего на все 10 минут при комнатной температуре, поговорим про следующий материал и следующий этап, что делать дальше. Под серебрение подразумевается нанесение вот этого материала, так называемого базового лака, под него мы берем чистый пластиковый мерный стакан и смешиваем согласно инструкции 1 к 1 с отвердителем сам лак, не по весу, а обязательно на объем это нужно делать. То есть не на электронных весах, а обязательно используйте мерный стакан. Пользуемся либо общей шкалой мерного стакана, берем сначала основной материал, читаем этикетку, базовый лак. Соотношение смешивания указано как на этикетке, так и в инструкции. Итак, получилось ровно 50 мл после добавления отвердителя и после введения каждого компонента смесь нужно обязательно перемешать. То есть мы добавив отвердитель перемешиваем на весь объем данную смесь и только потом добавляем разбавитель до 25% на общий объем смеси и также тщательно перемешиваем. Добавили разбавитель. Разбавитель поставляется к комплекту базового лака, универсальный автомобильный. Разбавитель лучше не используем. Здесь в комплекте у вас все в достаточном количестве. Тщательно перемешиваем. В принципе смесь готова к нанесению. И поскольку, как вы обратили внимание, продукт двухкомпонентный, то есть сам лак и отвердитель, после добавления отвердителя в состав, есть такой термин, время живучести смеси. То есть у вас в запасе 1,5-2 часа, но это в принципе хороший запас по времени, покрыть даже не одно, не два, а несколько изделий достаточно приличных размеров. И, собственно, сам базовый лак мы также будем наносить из пневматического краскопульта. Дюза, в нашем случае, также единичка. И ввиду сложности формы детали, они у нас имеют форму чашки, иногда есть смысл убавить факел, чтобы постараться нанести как можно равномерный, то есть более равномерный глянцевый слой. Базовый лак наносится в один, ну, максимум полтора слоя. Что такое полтора слоя? Если у вас за один цикл не удалось добиться равномерной глянцевой пленки на самом изделии, более быстрыми проходами, то есть произвольно, здесь мастер должен визуально контролировать, как и что делает, то есть у нас задача нанести за один цикл сразу до глянцевой пленки вот этот продукт. Настройки под базовый лак, они также приведены в нашей инструкции, в тексте, да. Подача материала стандартная, но от двух до двух с половиной оборотов. Рабочее давление, ввиду большей вязкости самому материалу, мы поднимаем ближе к двоечке, то есть 1,9-2 атмосферы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы нанесли на наше изделие лак базовый в полтора слоя, и, как вы можете видеть, осталось даже небольшое его количество, это даже с учетом того, что мы покрыли не только интересующую нас лицевую сторону, но и наружную. Хотя не всегда есть такая необходимость. Так что, как вы видите, расход этого продукта достаточно небольшой. Расход данного комплекта базового лака приведен для краскопульта Валком, миниджет, дюза 1 мм. Если у вас нет под рукой профессионального пневматического оборудования, и нет возможности нанести именно базовый лак, можно взять данный комплект материала и саму инструкцию, прийти, допустим, к знакомому маляру, он прочитает, как с этим работать и выручит вас в этом плане. Итак, что делать дальше с нашим изделием? Мы нанесли базовый лак, и у нас теперь задача его хорошо просушить. Но сушим каким образом? Вот в таком виде, как только вы его нанесли, при комнатной температуре, в среднем 25-27 градусов, деталям нужно дать отстояться, либо отвисеться, как в нашем случае, не менее часа. Если нет возможности просушить по прошествии часа принудительно, а температура сушки, как у большинства автомобильных лаков, она составляет 60 градусов, то сушить можно и при комнатной температуре, но сохнуть он, как вы понимаете, будет гораздо дольше. Инструкция вам об этом, опять же, напомнит, но проговорим это еще раз. При комнатной температуре сушим базовый лак не менее 48 часов. В нашем случае у нас есть сушильный шкаф, который позволяет запекать лак при температуре 60 градусов. По прошествии часа мы уберем детали на сушку, и у нас задача будет непрерывно сушить в течение 3-4 часов. Итак, по прошествии часа после нанесения базового лака при комнатной температуре мы убрали на принудительную сушку наши детали на 60 градусов, и они у нас уже около 3-х часов находятся в сушке. Температуру сушки увеличивать не рекомендуется, то есть это рекомендуемая температура. Пока поговорим про следующие материалы, что делать вот с этим комплектом реактивов. Вы видите, да, то есть у нас 4 баночки, все они подписаны, и это концентрат реактивов, которые мы под нанесение готовим с дистиллированной водой. Степень пригодности дистиллированной воды мы определяем с помощью вот такого прибора. Он называется солимер. Пользоваться им несложно. Возьмем нашу воду. Обращаем внимание, что под приготовление реактивов, также и под чистую воду, лучше брать чистую пластиковую тару, в которой ничего до этого не находилось. То есть тара должна быть новая и чистая. Либо стеклянная. Снимаем защитный колпачок, включаем, нажав кнопку. Он показывает 0. Погружаем прибор в воду. Видите, да? То есть он показывает единичку. Рабочий под хромирование, под работу с данным набором реактивов, вода считается от 0 до 3 единиц. То есть если солимер показывает 0, единичку, двойку, тройку, работать с такой водой можно. Если солимер показывает больше 4 и более единиц, такую воду не рекомендуется использовать для приготовления реактива для серебрения. Итак, как вы уже успели заметить, компонента у нас 4. Соответственно, нам нужно взять 4 мерных пластиковых стакана, желательно с крышками, чтобы после приготовления вы смогли их закрыть. И если у вас нет возможности наносить с помощью окрасочных и пневматических краскопультов, нет под рукой компрессора, посеребрить наши отражатели мы можем с помощью вот таких ручных распылителей. Тоже, опять же, заостряем внимание, они должны быть обязательно пластиковые, в том числе и сами отверстия распылителя, то есть наконечники. И так как мы смогли убедиться, что наша вода подходит под приготовление реактивов, можно приступать. Есть два способа приготовления под нанесение. Разберем первый вариант. Если мы приняли решение наши детали покрывать с помощью ручных распылителей с нагнетателем, мы готовим два основных модификатора. Они так и называются. Берем модификатор А и модификатор Б. Берем под них отдельный чистый пластиковый стакан. Рекомендуем обязательно подписать каждый стакан, потому что ни один из этих продуктов не должен смешаться до момента нанесения. Это при первом способе приготовления не касается только вот этих двух модификаторов. Их мы будем смешивать в одном мерном стакане. Желательно, чтобы мерный стакал имел обозначение, сколько вы будете готовить смеси. Но здесь все достаточно несложно. Сами концентраты по 100 миллилитров мы берем модификатор А. Выливаем в мерный стакан. То есть 100 миллилитров у нас уже есть. Берем модификатор Б. Итого 200. И разводим их дистиллированную воду до литра. То есть нам надо добавить 800 миллилитров воды. И так ровно литр смеси. И рекомендуем сами распылители тоже обязательно подписать, чтобы вы случайно не перепутали, где у вас находится тот или иной раствор. Потому что, как вы видите, после смешивания с водой он также и остался абсолютно прозрачным. В принципе, все компоненты до момента нанесения так будут выглядеть. Поэтому мы их предварительно подпишем. Выливаем приготовленный раствор в мерный стакан. В распылитель. Итак, первая порция реактивов у нас готова. Один из компонентов. Убираем пока в сторону. Закрываем на всякий случай мерный стакан. В этом мерном стакане остальные компоненты, восстановитель и активатор мы уже не готовим. То есть даже малейшая капля вот этих растворов других не должна присутствовать. Поэтому мы мерный стакан пока этот убираем. Берем восстановитель. Это тоже концентрат, тоже 100 мл. По шкале мерного стакана. Также разводим до литра. Добавляем дистиллированную воду до литра. То есть для приготовления нужна только подготовленная вода. Обращаем на это внимание. Так, ровно литр. Наливаем в другой распылитель, предварительно его подписывал. Так, у нас готов еще один компонент. Стакан, где готовили восстановитель, мы тоже убираем в сторону, потому что активатор, последний компонент, который у нас остался неразведенным, будем готовить также в отдельном мерном стакане. Сделаем пометочку, что это у нас именно активатор. Порция активатора, хоть она и меньше, всего 50 мл концентрата, но с водой разводится также дистиллированный до литра. То есть на 50 мл концентрата надо будет добавить 950 воды. Итак, активатор у нас также ровно литра. Наливаем в третий распылитель. И это у нас уже третий распылитель. Все, вот наши компоненты готовы. И поскольку этот вариант приготовления компонентов не подразумевает нанесение из пневматических инструментов под чистую воду, то есть понадобится на каждом этапе у нас также промывка из распылителя. Мы берем четвертый распылитель, который мы также предварительно подписали. Здесь будет находиться чистая дистиллированная подготовленная вода. Первый вариант приготовления растворов, то есть смешанные два модификатора А плюс Б восстановитель и активатор подходят только под нанесение из вот таких вот ручных распылителей. Есть второй способ приготовления растворов. Он удобен для использования, когда есть все-таки компрессор, пневматическое оборудование и есть возможность изготовить троник, то есть прямую подачу трех основных растворов, двух модификаторов и восстановителя с помощью пневматического распылителя. Активатор в таком случае также мы готовим отдельно, но наносим его вручную. Вот, разберем оба варианта напыления. Пока начнем с самого простого, ручное. Обращаю ваше внимание, что первый вариант приготовления растворов, как в нашем случае, два модификатора в одном распылителе и восстановитель, готовится непосредственно перед нанесением, потому что смешав два вот этих модификатора, они будут рабочими при комнатной температуре только в течение часа. Поэтому, если вы не уверены, полностью у вас высох базовый лак или нет, готовить их предварительно не нужно, то есть здесь время ограничено. Проговорим второй способ нанесения и приготовления раствора. Итак, о втором способе приготовления раствора. Он подходит для тех, кто уже работает на установке, либо может самостоятельно изготовить упрощенную систему подачи растворов трех основных компонентов. Вы можете видеть, что у нас колбы три. А это модификатор А, Б это модификатор, соответственно, Б. Вы это восстановитель. И готовить реактивы под нанесение таким способом, мы таким же образом смешав с водой их, но нет необходимости смешивать два модификатора. Потому что, как мы уже ранее проговорили, вы знаете, что время здесь ограничено, как только эти два продукта смешали, у вас в запасе есть час, чтобы использовать эту химию. При приготовлении вторым способом у вас при комнатной температуре в запасе есть 2-3 дня, то есть срок гораздо более, чтобы покрыть через какое-то время. Поэтому выбирайте, как вам будет удобно. Ну, мы попробуем и тот, и тот способ, потому что растворы под нанесение первым способом мы уже приготовили, распылитель у нас уже готов. Данная продукция имеет сертификат соответствия, как и само покрытие. Итак, наши детали высохли. То есть наш базовый лак мы просушили при 60 градусах около 3,5 часов. Можно приступать к следующему этапу. И у нас стоит задача газопламенным обжигом с помощью обычной газовой горелки и баллона пробежаться по всей лицевой поверхности детали. Для чего это делается? Если сразу попытаться нанести какой-либо раствор, допустим, берем чистую воду, напыляем, и как мы можем видеть на наружной, допустим, стороне детали, вода не держится на поверхности, то есть собирается в капли. А это говорит о том, что если попытаться нанести тот или иной раствор, серебрение не получится. И ввиду сложности формы самого изделия, мы на небольшом образце, то есть мы предварительно его подготовили таким же образом, то есть это пластиковый элемент, который мы также перешлифовали, нанесли праймер по пластику и нанесли оставшийся базовый лак в один слой и также его просушили одновременно с нашими отражателями. Ввиду того, что здесь деталь формы попроще, покажу, как делается газопламенный обжиг сначала на этом элементе, на нем будет это хорошо видно, а потом уже приступим к работе с нашими изделиями. Берем газовый баллон, газовую горелку, открываем газ, включаем пламя. Убавляем практически до минимума, не знаю, наша камера передаст или нет, вот этот синий язычок, его видно обычно хорошо, но он на этом не заканчивается. Здесь у нас вот такой мягкий, длинный, полупрозрачный язычок пламени. И задача вот этим вот кончиком языка пламени просто пробежаться по поверхности деталь. То есть как это делается? Мы начинаем обычно с бортиков, вот такими плавными движениями, проходим по периметру и плавно переходим на крышу. Зацикливаться на этом не нужно, то есть периодически детали нужно дать остыть. А индикатором смачивания у нас выступает наша чистая дистиллированная вода. Просто посмотрим, удалось ли нам добиться смачивания. Пока нет. Вы видите, да, что вода опять-таки собирается в капли, соответственно, предварительно удалив капли воды, обжиг нужно повторить, что мы сейчас и сделаем. Вот, в принципе, вот такой результат нам и был нужен. И заостряем внимание на чем. Если у вас с помощью неоднократного обжига не получается добиться смачиваемости, в большинстве случаев причиной является немного недосушенный базовый лак. Поэтому, если вы на это тратите очень много времени, а результата такого, как у нас на видео, нет, рекомендуем удалить, опять же, сжатым воздухом лишнюю влагу и оставить, но на досыхание. То есть, если при комнатной температуре вы ее сушили и трое суток вам было малого, скорее всего, прохладно было в помещении, оставьте хотя бы еще на 12 часов, если есть возможность, еще на сутки и повторить процедуру обжига. Итак, мы добились полной смачиваемости поверхности и можно присыпать к серебрению. Закрепим образец, чтобы было удобно было наносить из-за распылителей. Обращаем ваше внимание, что работы с реактивной лучше проводить в помещении с хорошей вытяжкой, циркуляцией воздуха и не забывать про средства индивидуальной защиты. И поскольку мы наносим реактив с водой, нужно позаботиться о том, куда будут стекать жидкости. Мы делаем это на специальной решетке, чтобы лишние капли не попадали снова на детали. Следующий этап. То есть, мы добились полной смачиваемости поверхности и после того, как пленка воды у нас равномерно присутствует на всей поверхности детали, вода, если в помещении достаточно теплое, имеет свойство испаряться. Поэтому перед нанесением первого состава мы также обильно поливаем деталь водой. и берем распылитель с нашим приготовленным активатором. Дав небольшой угол, чтобы излишком было куда стекать, наносим его на всю лицевую поверхность. Балее, чтобы он попал везде и заместил с собой воду. Ждем после нанесения активатора 10-15 секунд и тщательно-тщательно смываем. То есть, вот этот состав, который мы нанесли, очень тщательно нужно смыть. И опять же смываем наши подготовленные дисплеерные воды. После тщательной промывки активатора деталь должна быть мокрой. То есть, напыление делается только на мокрой поверхности. Зафиксировав под небольшим углом нашу деталь, чтобы излишком реактивно было подрастекать, берем два наших распылителя с восстановителем и наши компоненты А плюс Б, два модификатора. На расстоянии сантиметров 15-20 от поверхности у нас задача расположить струю таким образом, чтобы вот эти два факела скрещивались только на поверхности детали. То есть, сделать это лучше с двух рук, чтобы непосредственно у поверхности смешивались эти два раствора или на самой поверхности. То есть, вот таким вот образом. И задача у нас добиться по максимуму равномерного нанесения вот этих двух составов. Если вы сделали все правильно, как мы видим, серебрение происходит достаточно быстро, а чтобы понять, устраивает нас оттенок или нет, мы берем также чистую воду и смываем лишние компоненты. Если вам кажется, визуально видно, что присутствует немного желтизны, серебрение можно повторить. Опять-таки, на мокрую поверхность. Берем наши два компонента и располагаем так же, как и в первый раз. В большинстве случаев пленка серебра получается плотнее, степень отражения лучше. Ну, это контролируется визуально. То есть, наносим еще секунд 10-15. Можно подольше, ничего страшного не случится. И так же смываем лишнюю жидкость. И если, повернув к себе, да, мы видим себя в отражении, значит, с нанесением покрытия на этом образце мы закончили. У нас задача либо с сжатым воздухом, либо, опять же, с помощью бытового фена, холодным обувом удалить каплю воды. И после небольшой практики на образце можно приступать к самим, собственно, изделиям. Все то же самое. Предварительно делаем газопламенным. Немного добавим горелочку. Ввиду сложность формы детали, нужно будет саму чашку проходить вот такими поступательными движениями, чтобы высокой температурой пламени не повредить поверхность базового мотка. Снаружи это сделать проще. Берем воду, проверяем на смачку. Обильно поливаем. И, как мы видим, ну, сейчас повернем. Снаружи будет это лучше видно. Ну, и сама чашка у нас полностью в пленке воды, чего мы, собственно, и добивались. Еще раз опильно поливаем. Внимательно смотрим, есть ли где просветы. То есть вот эту часть нам нужно будет дообжечь. В принципе, в чашке у нас вода присутствует. Берем активатер. И также напыляем его на всю поверхность деталей. Ну, в нашем случае он снаружи. Мы тоже планируем покрыть изделие. Держим таким образом, чтобы излишки куда-то стекали. То есть какой-то угол надо дать. Тщательно-тщательно заносим. Не забываем подождать 10-15 секунд, чтобы раствор активировал поверхность. И, как вы уже знаете, следующий этап – это промывка. Промывка, опять же, тщательная, чистой вестированной водой. Так, мы промыли нашу деталь. Зафиксируем ее таким образом, чтобы было удобно работать с двух рук. Потому что распылителя у нас два. Не забываем А и Б. Емкость. И восстановитель. И так же на расстоянии сантиметров 15-20 напыляем раствор. И не забываем периодически промывать чистой водой. То есть лишним, ими у нас задачей смыть, вот эту, когда на смешивание она дает такой желтовой оттенок, его можно обязательно смыть. И если присутствует немного желтизны, это говорит о неплотной пленке серебра, наносим раствор повтор. Смотрим на результат. Если у нас все устраивает, у нас задача сжатым воздухом, либо опять же феном, но холодным воздухом, удалить капли воды, чтобы вода не оставила следы и разводы. Так, итак, с одним изделием мы закончили. Старайтесь исключить даже маленькие капли воды, чтобы вода не высохла, естественно, путем, то есть надо ее сбалить принудительно, хотя бы небольшим напором жатого воздуха, либо феном, но обдув, повторюсь, должен быть холодным воздухом. Эта деталь у нас готова. Приступим ко второй. Со второй детали все то же самое. Обжиг. Начинаем снаружи. Здесь произвольно, кому как удобно. У нас мы приняли решение и снаружи тоже покрыть наши изделия, поэтому мы уже делаем все детали. Вот эти поступательные движения, но лучше время от времени проверять на осмачиваемость, потому что все-таки горелка дает температуру. Вот. И разберем второй способ приготовления растворов и, собственно, нанесения самого покрытия с помощью классической установки для химической металлизации вы можете видеть у нас здесь три колбы. То есть второй вариант приготовления растворов заключается в чем? Три основных компонента модификатора А, модификатора Б и восстановитель готовятся отдельно в каждом своем отдельном мерном стакане. Это делается для чего? Поскольку мы с серебрением работаем практически каждый день, здесь после приготовления растворов время запасей гораздо больше. То есть вы знаете, при смешивании двух модификаторов А и Б у вас в запасе всего один час. Здесь у нас в запасе два-три дня. И большой плюс равномерной подачи трех компонентов отдельно при серебрении с помощью тройной подачи за наш распылитель очень удобно работать одной рукой, если вы держите изделие в руках. Ну и здесь для удобства у нас имеется промывочный краскопульт с нашей же дистиллированной водой. То есть если изделий много, на ней гораздо удобнее и комфортнее работать. но обжиг мы сделали и проверим на смачивание. Опять же чистой воды. Мобильный также поливаем. Поскольку распыление идет под небольшим давлением, все это работает даже чуть быстрее, но вы видите, да, что у нас присутствует полная смачивание с поверхности. Соответственно, нужно приступать к нанесению первого раствора. Раствор у нас первый тот же самый, это активатор и мы его наносим также вручную с распылителем. Еще добавим воды и также напыляем на всю поверхность детали. Задача нанести таким образом, чтобы он попал везде. на все фрагменты детали и заместил с собой лук. Ждем здесь 15 секунд и также тщательно промываем, как и при первом способе нанесения с помощью распылителя. лук. После тщательной смывки активатора берем распылитель с нашими тремя компонентами и наносим состояние в принципе такое же Так же немного промоем где-то, чтобы посмотреть Все для нас устраивается Лишние компоненты нужно так же тщательно смыть и смотрим И нанесем еще некоторое время в наш третий раствор Промывка Сдуваем воду, посмотрим на результат Этот образец у нас посеребрен с помощью установки для химической металлизации Сравним результат ручного напыления с помощью распылителя Как видите, ничем покрытие визуально не отличается Ну, так же, как и в практике Все это служит после того, как деталь установлена в корпус и закрыта стеклом абсолютно так же Поэтому, не имея под рукой профессионального оборудования, компрессора и установки для осеребрения Вам, в принципе, этого набора для восстановления отражателей будет достаточно Что делать дальше, проговорим попозже На случай неудачного нанесенного покрытия Есть вот такой продукт В продаже, он так и называется Смывка для химической металлизации На самом деле, средство вспомогательное Еще раз повторюсь, нужно только на случай неудачно нанесенного покрытия Как оно работает? Оно полностью готово к нанесению То есть, разбавлять его не нужно Наносим вручную Вот представим, что у нас вот этот пробный образец Что-то с ним пошло не так, мы неудачно посеребрили Ошибок здесь не так много В основном могут быть потеки, либо пятна По причине того, что плохо промыли активатор Либо при серебрении из-за плохого газа пламенного обжига у вас пропала смачиваемость В этих местах, где отсутствовала смачиваемость Будет не хватать отражения В этих местах будут серебристые матовые пятна Поэтому, если такое наблюдается Средство это работает таким образом Мы напыляем на всю лицевую поверхность деталь Не локально, а целиком И напоминаем, что при работе с любым из продуктов химической металлизации Использовать средства индивидуальной защиты Работать в перчатках и так далее То есть, как это все происходит? Мы наносим его вручную Как вы видите, оно практически сразу растворяет нашу пленку серебра И промываем это средство чистой водой Опять же, дистиллированной водой Смываем также тщательно Полностью покрытие мы удалили И в большинстве случаев базовый лак остается абсолютно нетронутым И если это делать за один цикл, скажем так То есть, в ближайшее время после обжига и серебрения Вы видите, что смачиваемость у нас не пропала А это говорит о том, что обжиг повторять не нужно Можно заново все поэтапно сделать То есть, также на мокрую поверхность Предварительно смочить саму деталь Наносим активатор Ждем здесь 15 секунд Также тщательно его смываем И заново серебрит То есть, вот так работает вот этот вспомогательный материал Итак, наши изделия мы просушили При 60 градусах около часа Если нет такой возможности у вас Оставьте, я еще раз повторюсь На 2-3 часа при комнатной температуре И в принципе они готовы Изделие можно снимать с крепежа Обращаем внимание на то, что за ту часть, где стоит лампа Сам отражающий элемент Даже в резиновых перчатках лучше не трогать Чтобы случайно не испачкать Потому что следы загрязнения будут удалить достаточно тяжело Степень отражения нас устраивает И, как мы ранее проговорили Такие изделия, как маски, отражатели фар Финишным лаком не покрываются Защитную функцию на таких изделиях Выполняет само стекло после сборки Поэтому при монтаже, если не сами собираете Такие изделия Рекомендуется брать только закрепежные элементы За те части, которые не видны Вставляем в корпус Если они вставляются изнутри В нашем случае стекло Вклеивается прямо на само изделие Поэтому здесь В любом случае они будут защищены От пыли, грязи От всех этих воздействий Если в ближайшее время Как в нашем случае Не планируется сборка изделий То есть у нас будут 3-4 дня лежать Чтобы опять же пыль случайно не попадала Не пачкала наше покрытие Мы наше изделие заворачиваем В чистую стрейч пленку И в таком виде отдаем на сборку Опять же предупредив мастеров Кто будет собирать эти изделия Чтобы не за лицевую сторону не брали Случайно не испачкали Берем только за те части Которые подразумевают крепеж Что касается самого набора У нас на такие изделия ушло Около 50 мл готового лака Соответственно у нас половина лака Еще осталась То есть можно и гораздо больших размеров Детали покрыть Потому что расход реактивов Он гораздо меньше А вы знаете после приготовления Дистрируемой воды у нас получается По литру каждого компонента То есть такого набора хватит даже На комплект масок фар И к часто задаваемому вопросу По сроку службы данного покрытия Он составляет от года и более Здесь гораздо больше внимания Нужно уделить именно правильной сборке Самих изделий Чтобы не попадала внутрь вода Грязь, пыль Ну и все вот эти вот Моменты при движении автомобиля В процессе эксплуатации Если у вас остались какие-то вопросы Пишите нам в комментарии Либо обращайтесь в техподдержку Контакты мы обязательно укажем В описании к этому видео С вами была компания Субтитры делал DimaTorzok